ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Однако ликвидации возгорания проблему не решить. Полигон нужно рекультивировать. Деньги на это требуются немалые. Только на примитивные работы, поимку части отходов и засыпку грунтом нужны десятки миллионов рублей. Огромные средства нужны и на реконструкцию Красноключинской дамбы. Ее порыв угрожает сразу трем населенным пунктам и 40 тысячам огородам. Эти проблемы без финансирования из федерального бюджета не решить, обратился к президенту Айдар Метшин. Я хотел бы пользоваться возможностью, поблагодарить вас, уважаемый Александр Галерьевич, занимаясь действием в продвижении этого важного проекта, который мы очень рассчитываем в результате будет обеспечен федеральным финансированием. Как и проект по рекультивации недействующего полигона лесных технических резервов в районе села Пустя. Республика нас услышала и поддержала, согласовала подачу заявок по этим двум проектам. С нашей стороны весь пакет необходимых документов на заявку для привлечения денежных средств из федерального бюджета уже подготовлен. Сергей Толмацкий, Наталья Лышнякова, Новости НТР. Нижнекамка требует полмиллиона рублей с известного бизнесмена Рафиса Мустафина. Женщина уверяет, она получила травму ноги, подскользнувшись в торговом центре Барс-1. Несчастные случаи рассматривает Нижнекамский городской суд. На кону полмиллиона рублей. Именно столько требует женщина за травму, которую, по ее словам, получила в торговом центре Барс-1. Для нее поход по магазинам закончился переломом лодыжки. Уверяет, что подскользнулась на мокром полу. Свидетелей данного происшествия нет. Ответчики уверяют, видео никто не запрашивал. Более того, представители компании Рамус настаивают. Ни на одной камере не был зафиксирован. В этом деле еще предстоит разобраться. Почему потерпевшая пошла в больницу не сразу и открыла больничный лишь спустя два дня? Как так получилось, что записи с камер видеонаблюдения оказались затерты в результате ремонтных работ? На этом судебном процессе очень много моментов остались неразобранными. Истец, увидев нашу камеру, в зал суда не зашла. Все-таки истецы должны со мной участвовать в данном деле, потому что мы обстоятельства падения ее разобрать не можем. Я понимаю, юридические вопросы вы сами разрешаете, подсказываете, но по обстоятельствам у меня очень много вопросов. Самый главный момент, который привлек внимание судей и прокурора, истец и ее юрист называют разные даты падения. Ответчики в свою очередь указывают на еще одну деталь. По документам травму женщина получила на улице. Она сама не помнит, где она упала, когда это произошло и при каких обстоятельствах. То есть, и действительно, выписка из амбулаторной карты говорит о том, что травма была уличная. Это тот самый торговый центр, где якобы произошло ЧП, где именно произошел момент падения. Рассказать может только истец. С нами она общаться отказалась. Следующее судебное слушание по этому делу состоится через неделю. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, Новости НТР. Задержка зарплат. Этот вопрос больше всего волнует нижнекамцев. Со своими жалобами они обратились к главному государственному инспектору по труду. Каждую претензию проверят. Кроме этого, на приеме рассматривались вопросы серой зарплаты, нарушения касающихся увольнений, требования охраны труда. Всего разобрали 14 различных ситуаций. Подобный формат встреч в Нижнекамске теперь будет проходить ежемесячно. Записаться можно в общественной приемной города на студенческой 9. Мы изначально по обращению, либо по информации поступивших из государственных органов, от профсоюзов, проводим контрольно-надзорные мероприятия. Если выявляем там факты нарушения трудового законодательства, выдаем обязательно для исполнения предписания. И после этого, после этого, эта проблематика с нашей стороны, со стороны наших инспекторов, она не забывается. То есть мы руководствуем 294-м федеральным законом, назначаем выездную проверку по контролю за исполнение предписания. Социальные выплаты выросли практически на 4,5%. Новые расценки вступили в силу с сегодняшнего дня. Повышение коснется около 21 тысячи жителей города и района. Получать эти льготы имеют право герои СССР и России, ветераны Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации, инвалиды, а также обладатели набора социальных услуг. Размер выплат зависит от принадлежности к той или иной категории. Эта индексация ежегодная. Наркозависимые не должны управлять автомобилем. Так считает Нижнекамская прокуратура. Лишать водительских прав тех, кто стоит на учете, надзорный орган решил через суд. Александр Комаров расскажет, как выявляют таких людей и когда они снова смогут сесть за руль. Судья, секретарь заседания, гособвинитель. На процессе не хватает только ответчика. На повестку он никак не отреагировал, в суд не пришел. Да и присутствие его не обязательно. У помощника прокурора для рассмотрения дела достаточно документов и аргументов. Взять на диспансерское наблюдение с 7 мая 2013 года реагируем пазубное средне-посредственное употребление в пьете в средней стадии активной зависимости. Уклоняется от наблюдения. Постоянное здоровье не может быть доходом в управлении транспортных средств. Как был пойман в свое время ответчик и какое отношение он имеет к наркотикам в данном случае гособвинители не интересуют. Они тесно работают с наркологическим диспансером, куда периодически отправляют запросы о том, кто в последнее время был поставлен на учет. В прошлом году десятки нижнекамцев по такой же системе были лишены водительских прав. На сторону гособвинения суд встал и на этот раз. Прикрошение действия права на управление транспортными средствами в связи с имеющими медицинскими противопоказаниями. Прикрошение может быть обравлено на 30% в течение 2 месяца в апелляционном порядке через Нижнекамский городской суд. Определенного срока лишения водительских прав в таких случаях нет. Все зависит от того, как человек пройдет реабилитацию. После чего он должен взять справку у нарколога, что больше не состоит на учете, затем на общих основаниях пройти медосмотр и заново сдать экзамен на право вождения автомобилем. Александр Комаров, Парсель Джураев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Ковер из 5 миллионов рублей показали дети нижнекамского бизнесмена. Мальчики записали видео для папы Рамиса Зиганшина. Ребята рассказали, что мама забыла закрыть дверь сейфа. У детей возникла идея сделать папе сюрприз. Денежный ковер круче, чем у Тимати. Мы из твоих денег сделали гигантский ковер. У нас больше, чем у Тимати. Руслана, папа точно ругаться не будет? Не знаю, надеюсь, что нет. Папа не ругался, а наоборот. Даже выложил видео в своем аккаунте в популярной социальной сети. И прокомментировал, что деньги настоящие. Сразу увез их в банк. Бизнесмен на них хотел приобрести коммерческую недвижимость. Эта запись разлетелась по всем СМИ. Даже федеральные каналы показали шалость детей Зиганшина. Нижнекамцы неоднозначно отреагировали на такое развлечение детей. А вот Тимати понравилось. Он сделал репост видео и в шутку попросил адрес бизнесмена. Как сплотить родителей, педагогов и детей? В чем секрет дружного класса? Об этом узнали участники республиканского финала конкурса родительских комитетов. Среди них министр образования и науки, который приехал в Нижнекамск специально, чтобы открыть значимое мероприятие. У нас есть свой секрет, и мы его сегодня раскроем! Секрет своего дружного класса раскроет 26 команд со всей республики, которые смогли обойти своих конкурентов и выбиться в финал. Сегодня последний и самый ответственный шаг. Почетный гость – министр образования и науки Татарстана. Мы очень много и часто говорим и пишем о том, что недостаток понимания между родителями, педагогами и учениками приводит к различным конфликтам. И, пожалуй, один из основных практических шагов к ликвидации такой напряженной иногда ситуации является подобный конкурс. Главный этап конкурса родительских комитетов – визитная карточка. Здесь команды должны показать, в чем они видят секрет дружного класса. Кто-то сделал упорную сплоченность и открытость, сравнивая класс с теремком из сказки. Верхнеуслонский район решил сыграть на веселье. Мы сближаемся, мы делаем какие-то идеи, новые проекты, выступаем вместе. Всем интересно, весь случай. В жизни школы – в ней главное – научиться желанному. А это нижнекамская команда. Они еще в своей гримёрке репетируют. Приятно среди родителей видеть активных отцов. Мы сегодня настроены позитивно побороться. Что дает конкурс? Конкурс дал объединение, настроение. Я хочу сказать, что благодаря этому дети стали другими, они повзрослели. Мы радуемся за детей, дети радуются за нас. Задача конкурса – объединить родителей, педагогов и детей. Глядя на сцену, видим все команды, словно единое целое. Переживают друг за друга, готовы выручить. Дети гордятся, что их родители участвуют вместе с ними. Можно сказать, что цель мероприятия достигнута. НТР вместе с РУСФОНДом продолжает помогать тяжело больным детям. Сегодня история пятимесячного Тимофея из Казани. У малыша врожденная двусторонняя косолапость. Помочь можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Тимофей, как и все малыши, активен играть с погремушками и внимательно слушает, о чем говорят родители. Взрослые проблему совсем крохотного пятимесячного ребенка вынуждают семью раз в неделю приезжать из Бугульмы в Казань на осмотр к доктору. У Тимофея врожденная косолапость. Суставы находятся в подвыбихе. Если вовремя заболевание не лечить, то происходит деформация костей. Врачи предлагают исправить ножки методом панцетти. Для этого необходима серия процедур, на которых ноги малыша будут гипсовать и фиксировать устойчивый результат. Хочу исправлять, потому что к ребенку невозможно выходить. В ближайшее время он не сможет переворачиваться. У Тимофея есть брат-двойняшка. Для семьи рождения сразу двух малышей счастье. Единственная проблема, о которой они сейчас думают, где найти сумму чуть больше 150 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы в самое ближайшее время начать лечение, пройдя двухмесячный курс. Помочь можем мы с вами. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании Русфонда. Сцены и сказок ожили при помощи лего. В 91-м детском саду прошел семейный конкурс. Участники должны были использовать конструкторы и свою фантазию, чья сказка оказалась самой запоминающейся в сюжете далее. «Сбежите, помогите мне на лучшие места!» Сказочный балаганчик из 40-го детского сада представил сцену из сказки про горшочек, который сам варил кашу. И если в произведении «Братьев Гримм» все было построено на волшебстве, то детям и родителям пришлось еще и технически постараться, чтобы оживить героев. «Мы хотели показать, что на конструкторах лего можно делать спецэффекты в театре. И в дальнейшем мы будем детям, в том числе из нового садика, показывать внутреннее пространство театра и показывать, как это все устроено». Дети из набережных Челнов оживили героев из сказки про «Золотую рыбку». А девочки из 69-го детского сада показали театральное закулисье. Каждый пытался удивить жюри необычным подходом и развитием сюжета. «Мы старика сделали из лего. Это из разных лего. Это из большого лего». Помимо домашнего задания, дети сами с нуля собирали игрушку. Затем программировали ее. В итоге у каждого должен был получиться рычащий лев. Но фантазия у детей рвется создать что-то большее. «Я хочу хоть его весь зал собрать, чтобы встретился. Да». В творческом конкурсе приняли участие детсадовцы не только из Нижнекамской, но и набережных Челнов и Елабуги. В итоге абсолютными победителями стали дети из 98-го детского сада из Автограда. Александр Комаров, Ахри Исламов, Новости НТР. Осветить эту тему у нас попросили телезрители. Если у вас тоже есть важные и интересные информации, пишите, звоните по номеру 917-93-73-077. С домашнего 077. Медали со всероссийского турнира привезли нижнекамские воспитанники студии спортивных бальных танцев «Дэнс-Арт». Этот вид искусства в городе молодой, поэтому каждой новой вершины наших танцоров на вес золота. С подрастающими звездами танцевального паркета встретился мой коллега Кирилл Давкаев. Таких крупных турниров в нашем округе проходит немного. На Кубке Альянса и Нижнеканцев в числе постоянных участников в этом году приехало 6 пар и 3 солиста. В парных выступлениях также смогли попасть число призеров. «Заниматься спортивным танцем надо, как любым другим видом спорта. То есть регулярно, стабильно, четко, дисциплинированно не пропускать занятия. Ребята не всегда приезжали в нужное время. Я так в субботу перед турниром сомневался, будет ли все классно, будет ли все хорошо. Но, тем не менее, 4 старшие пары – это очень вкусно». Одна из таких пар – Семен Ерочев и Екатерина Бычкова. По словам тренера, пара очень хорошо прогрессировала за последний год. С каждым турниром они пробиваются все выше и выше по результатам. Ребята трудолюбивые, а только так и добываются медали. На Кубке Альянса танцевали стандартную программу в двух категориях «Семь танцев». «У нас вызов Дарья Игоревич, потому что мы успешная пара, которая выходит на турнир и занимает Д-100. Вторые, четвертые, третьи, первые – самое главное». «Мы заняли четвертое место, и в этой категории, так как она довольно сильная, это хороший результат. Потому что с нами танцевали пары, которые намного лучше нас, но мы справились, заняли четвертое место». Одной из пар старших призерных была пара Амир Габидуленко и Мила Закирова. Несмотря на юный возраст, ребята имеют за плечами десяток наград и большой опыт выступления на крупных турнирах. Танцоры исполняли латиноамериканскую программу. Ее считают своей коронкой. «Мы сначала выбирали стандарт или латино. То есть или стандарт и латино на турнире танцевать, или только латино, или стандарт. Но у нас больше всего получалась латино, и мы ее выбрали». «Мы очень сильно волновались, и было как-то тяжело и страшно немного выходить на паркет, но все равно переборолись страх и вышли». Кубок Альянса прошел второй год к ряду и уже стал всероссийским. Такой статус турнира на руку танцорам. Они набирают балл для своего рейтинга. Тем важнее и победы. «Не только, наверное, для меня. Мне кажется, это должно быть вообще для всего города. То, что на весь город, на 250 тысяч населения, у нас есть всего несколько пар танцевальных, причем не просто которые занимаются танцами, которые выезжают на турниры, приводят результаты, причем значимые результаты. Потому что хотелось бы, чтобы вот Нижнегамский вот таким данным вот жанром, именно как спортом, занимался как можно больше людей». Такие яркие успехи явно прибавят поклонников этому виду искусства, но уже из поклонников в мир профессионального танца придут новые люди. Кирилл Давкаев, Ахрия Исламов, Новости НТР. В эти выходные народная ярмарка приглашает нижнекамцев за вкусными и интересными товарами со всей страны. Если вы еще не были на народной ярмарке, то стоит поторопиться, осталось всего два дня. В это воскресенье среди покупателей состоится розыгрыш бытовой техники и товаров с ярмарки. Товары, представленные на народной ярмарке, удивят даже гурмана. Огромный выбор сыров, халвы, сладостей, фруктово-ягодных конфитюр на пектине, натурального меда, ароматные коллекции чая. «В этот раз мы привезли вам краснодарские чаи, горные, которые являются верхней сборой. Есть нижние сборы, средние сборы, но это верхние, одни из самых качественных лиц. Для каждого человека можно будет здесь найти хороший чай». «Советовали прийти на эту ярмарку, мы все попробовали, нам все понравилось и купили здесь конфитюр». На народной ярмарке также можно купить более ста наименований рыбных деликатесов с Дальнего Востока. «Мы привезли рыбу Камчатки, есть свежемороженая, очень вкусная рыба слабосоленая и есть копченая. Есть разные виды и отборная икра». Также представлен большой ассортимент мужской и женской верхней одежды. Унты, валиши для нижнекамских модниц, сковороды с мраморным покрытием, термосы и термобоксы, формы для запекания и тысячи других оригинальных товаров для дома. Чешские украшения станут отличным подарком для прекрасных дам. Спешите все выходные, в городе будет работать народная ярмарка. В спорткомплекс «Шинник», улица Гагарина, 32. На этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды. Связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70 или посредством сайта НТРДФИС24.ру. До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта «Реактор» завершил последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата. Чемпион в Нижнекамске. Как прошел мастер-класс от Максима Шевченко. Об этом и не только сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В автоцентре «Марка» на Чуйково летние цены на автомобили «Ниссан». Успеете взять свой «Ниссан» по цене прошлого лета. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32 33 53. Сдаются в аренду открытые бетонированные охраняемые площади, офисные и производственные помещения. База в 36 микрорайоне, база Ахтубинская 12А, база на БСИ, свободные площади, отстановка «Этилен». Телефон 38 32 74. На ярмарке этой прилавки полны народный товар от народов страны. С 30 января по 3 февраля. Народная ярмарка. Спорткомплекс «Шинник». Улица Гагарина, 32. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Вера Вирц. Здравствуйте. О хоккее. Хитрик, дубль и шестая победа к ряду. Реактор завершил последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата. Оглушительной победой над очень неуступчивым соперником. Магнитогорскими стальными лисами. О перебятиях матча расскажет Кирилл Довкаев. Очень непростой для реактора выдалась эта домашняя серия. Победив сарматов, вышли на стальных лис, которым по ходу регулярки уже успели уступить с крупным счетом аж дважды. И реванш было решено взять на домашней арене. Решено, сделано. В первой игре наши победили 2-1. Повторное противостояние выдалось еще более зрелищным. Да и счет на табло тому яркое доказательство. Но обо всем по порядку. Хотя к этому матчу лисы уже обеспечили себе место в плей-офф, боевой настрой не сменили. Правда, в отличие от предыдущей встречи, счет все же открыли хозяева. Под занавес игрового отрезка Шефигулин пасом нашел Семенова, и тот сделал свое дело. 1-0. Снова статистика бросков была в нашу пользу. Несмотря на это, лидерство реактора длилось недолго. Как только прозвучала сирена старта второго игрового отрезка, гости паритета установили. Случилось это в концовке первой же минуты второго периода. Более того, удался гостям и штурм на старте шестой минуты периода. Бангитогорская команда повела в счете 2-1. Реактор владел инициативой, но оба коллектива играли довольно дисциплинированно. Разве что на рекваторе Платонов за удар клюшкой был оштрафован на пару минут, но гости продержались. Игра в целом смотрелась очень зрелищно. Каждый период выходили как на первый. Свежие и скоростные. Задачу выхода в розыгрыш кубка лисы уже выполнили досрочно, но сдавать позиции в принципиальном матче реванша не собирались. Только вот мотивация у нижнеканцев казалась куда сильнее. Под занавес периода восторженным шумом трибуны заменовался второй гол Семенова. Интрига матча накалялась. Решающий игровой отрезок предвещал очень ожесточенную борьбу за каждый сантиметр льда. Но наши здесь начали не очень уверенно. Стальные листы действовали смело, то и дело нагружая нашу оборону работой. Картина игры поменялась, как только 20 минут привалил за экватор. В дело вступила первая звена реактора. На 51-й минуте Хафизов сделал 3-1. После чуть больше минуты потребовалось и Самудинову, чтобы укрепить преимущество дружины Касаткина. Прошла еще и минута, и Хафизов вновь отметился о форме в дубль. Меньше трех минут хватило реактору, чтобы повести в счете аж три шайбы, что называется, разыгрались. В концовке стальные листы сняли вратаря в попытках как минимум перевести игру в овертайм. Но только пустая рамка сыграла злую шутку. Пару проходов в гости нейтрализовали, но за три минуты до финальной сирены остановить Семенова гостям не удалось. 6-2, так и победили. С листами сегодня матч немного тяжелее складывался, чем первый. Нам надо сейчас каждую игру выигрывать, потому что реактор надо подать в плей-офф, закрепляться в восьмерке. Но сегодня матч складывался менее удачно, где-то не могли забить. Первые два периода не заходила шайба, но чуть-чуть потяжелее сегодня было. Нужно добавить в обороне, скажем так. Не создавать моменты своими ошибками или какими-то действиями без шайбы, когда поплотнее игроков опекать. Потому что сейчас каждая игра, она как плей-офф уже для нас. Впереди у команды затяжной турне «Кузнецкие медведи», «Сибирские снайперы», «Алтай» и «Снежные барсы». Плей-офф не за горами. Кирилл Довкаев, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Победное завершение домашней серии позволило реактору улучшить свое турнирное положение. С седьмой строчки дружина Вячеслава Касаткина переместилась на шестое место восточной конференции. Первые четыре команды конференции выход в плей-офф себе уже обеспечили. Теперь оставшиеся путевки между собой будут разыгрывать сразу девять команд. Коллективы идут плотно, потому и места в турнирной таблице будут меняться от матча к матчу. Итак, реактор на шестом месте и имеет в своем активе 59 очков по результатам 52 матчей. Строчкой выше идут омские ястребы, у них 62 очка, и на три игры меньше. А вот группа преследователей идет гораздо плотнее. Сразу за реактором расположились «Белые медведи» и «Альметьевский спутник». Вплотную к зоне плей-офф приблизились «Ирбис» и «Снежные барсы». Окончательный состав участников плей-офф определится ближе к марту. Причем на шансы попадания в розыгрыш Кубка Харламова будут влиять не только собственные матчи, но и матчи прямых конкурентов реактора. Так, к примеру, днем ранее поражение «Ирбиса» обеспечило путевку в плей-офф Стальным Лисом и Толпару. Сегодня в Нижнекамске стартовала программа грандиозного спортивного события в жизни города фестиваля боевых искусств. В преддверии главного мероприятия показательных боев гости фестиваля проводят мастер-классы. Подробности расскажет Кирилл Давкаев. Стараемся сегодня получить мы, немножко так прикоснуться к тому богатому багажу, который сенсейно работал за свою соревновательную деятельность. Не первый год нам в город приближает двукратный чемпион мира по киоку-синкай в разделе «Томисивари» Максим Шевченко. Сегодня в Доме народного творчества на его мастер-классе собрались десятки спортсменов самых разных видов единоборств. Каждый хотел получить частичку опыта имени этого мастера. Очень замечательная затея проводить вот такие мастер-классы, где собираются все стили, все направления. И даже несмотря на то, что мы оба представили киоку-синкай, конечно же, под руководством Максима Шевченко странировки всегда очень интересные, всегда очень много нового. И даже если есть какие-то повторяющиеся приемы, они в его интерпретации идут и достаточно эффективными становятся. Поэтому я всегда стараюсь вот именно этого мастера тренировки посещать. Максим Шевченко, сенсей наш, он с Ульянска приехал, у него большой опыт. И когда он к нам приезжает, для нас это всегда праздник, и многое мы от него узнаем. Но элементарно то же самое растяжка. Мы в спортзале делаем одно, а он показывает нам совсем другое. И получается, развиваемся этим. Максим Шевченко, опытный боец в стиле киоку-синкай. Более того, мастер практикует до сих пор. Багаж знаний у сенсей огромный, потому каждый такой мастер-класс бесценен. Здесь бойцы отработали как стандартные упражнения, так и авторские приемы и методы, наработанные Максимом Шевченко за годы в единоборствах. С ребятами делюсь своим опытом, который наработан годами. То, что сам делал, что сам чувствовал. Мастер-класс появится опытом. И плюс, опять же, зажечь немножко искру, чтобы ребята более охотно тренировались. И более большим желанием проходили все этот путь, который пошли. Многие из тех, кто сегодня пришел на мастер-класс, завтра выйдут на татами. Опыт титулованного спортсмена и его наработки, безусловно, помогут бойцам в завтрашних поединках. Ну а сам сенсей с интересом будет следить за боями в качестве гостя. Он вживую не видел, слышал, читал, но вживую не видел. Будет очень интересно, я думаю, будет за личные бои. Интерес предстоящих фестивалей вызывают не только у зрителей, но и у профессиональных бойцов. И снова организаторы всех карт не раскрыли, уверив лишь, что в этот раз снова удивят всех пришедших. Кирилл Давкаев, Ахрис Ламов, Новости НТР. Продолжим тему боевых единоборств. В Камскополянской 5-й детско-юношеской спортивной школе встретились сильнейшие бойцы стиля тхэквондо со всего Татарстана. Там прошло республиканское первенство среди юниоров и юниорок. Камские поляны на турнире представляли два местных бойца. Это Диана Зотина и Роман Ребров. Оба спортсмена по результатам проведенных поединков заняли третьи места в весовых категориях 53 кг и до 80 кг соответственно. Также в соревнованиях воспитанники нашей 5-й детско-юношеской спортивной школы отстаивали честь набережных Челнов. В составе команды из Автограда Данил Осин и Владимир Григорьев также стали обладателями бронзовых медалей. Другой наш воспитанник Роман Зайцев в составе сборной Казани поднялся на третью ступень пьедестала почета. Помимо личных результатов подвели итоги и в командном зачете. Первыми стали представители набережных Челнов, вторыми – казанцы, третьими – елабужане. Всего в соревнованиях приняло участие около 80 спортсменов из Казани, набережных Челнов, Елабуги и других городов и районов республики. Близится продолжение чемпионата ПФЛ. Футбольный нефтехимик продолжает восстанавливать игровые кондиции. Команда ежедневно тренируется. В программу подготовки входит бассейн, спортзал, упражнения с мячом. Вскоре дружина завершит первые домашние сборы и отправится на сборы в Турцию. Перед началом турецких сборов все игроки нефтехимика прошли медицинское обследование в Нижнекамске. Футболисты побывали у всех необходимых медицинских специалистов – от окулиста и кардиолога до хирурга и лор-врача, которые проверили функциональное и физическое состояние спортсменов. Процедура прохождения медицинского осмотра строго обязательно. По ее результатам врач команды принимает решение о допуске футболиста к чемпионату, а также выявляет возможные травмы. Медицинский осмотр команда прошла успешно. Как отметили медики, игроки находятся в хорошей физической форме. Занимался в тренажерном зале кроссы, мини-футбол, не знаю, с друзьями. Дома тренировался, готовился немного. Думаю, команда все тоже подошли нормально, там ни у кого лишнего веса вроде нету. Все хорошо. Поговорим о лыжном спорте. Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» завоевала золотые медали на чемпионате ПФО. В соревнованиях в Заинске собрали порядка 500 сильнейших лыжников из 15 субъектов Привожского федерального округа. В заключительный день соревнований состоялась эстафетная гонка. Лыжники бежали, как обычно, четыре этапа. Два первых участника команды классическим стилем, остальные двое свободным. Дистанции мужчин 5 километров, женщины бежали по 3 километра. Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» Диляра Саберзянова стартовала третий на 3 километра коньком и показала лучший результат на этом этапе. Команда, в которой выступала Нижнекамский мастер спорта России международного класса, заняла первое место. В эстафете участвовали еще две воспитанницы спортклуба «Нефтехимик» – Эльмира Гаянова и Алина Загирова. Команда мастера спорта Эльмира Гаяновой заняла третье место. Кандидата мастера спорта Алины Загировой – четвертое место. Татарстан выставил на чемпионат самое большое количество лыжников – более 40 человек и уверенно взял пальму первенства в Поволжье. По итогам чемпионата ПФО у мастера спорта международного класса Диляра Саберзяновой – два золота. В гонке на 10 километров коньком и в эстафете. Поговорим о королеве спорта. Легкоатлеты спортивного клуба «Нефтехимик» приняли участие во всероссийских соревнованиях на Кубок губернатора Краснодарского края. В Славянске на Кубане встретились более сотни сильнейших легкоатлетов со всей России, среди которых заслуженные мастера спорта, международники, победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Представительство очень статусное, оттого и престиж турнира высок. Нижнекамск представляли Анна Ватропина и Айдар Гелязов. Представительница спортклуба «Нефтехимик» Анна Ватропина стала бронзовым призером на дистанции 60 метров с барьерами среди женщин. Еще один легкоатлет спортклуба Айдар Гелязов на этой же дистанции среди мужчин занял седьмое место. В эти выходные хоккейный «Нефтехимик» стартует в очередном турне. Первым матчем для нашей команды станет поединок с Нижегородским «Торпедо». Не прошло и недели. Со дня последней встречи в Нижнекамске команды сыграли в этот понедельник. Волчья стая в этом матче показала свой оскал. Наши открыли счет уже на 30-й секунде. Во втором периоде «Торпедо» шайбу отквитала, но к финальной сирене пропустила еще дважды, проиграв со счета 1-3. «Нефтехимик» стабильностью под занавес чемпионата пока порадовать не может. Победив нижегородцев, наши уступили хоккейному клубу «Сочи» с минимальной разницей в счете. Сейчас «Нефтехимик» на Востоке занимает 11-ю строчку – 46 очков после 56 матчей. Выше идут «Кунь-Лунь» и «Сибирь», которые также до последнего надеются выйти в розыгрыш Кубка Гагарина. «Нефтехимик» на выезде проведет две игры. После «Торпедо» встретится с «Челябинским трактором». Ну а в Нижнекамск команда вернется 14 февраля. Будет принимать «Сибирь». На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта. НТР Дефис 24.ру. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – санаторий Бакирова. Удивительно комфортный. Уютный. Целебный. Очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. 2 февраля в Нижнекамске пасмурный снег. Температура воздуха минус 9 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Начало недели будет снежным и прохладным. Спонсор прогноза погоды – санаторий Бакирова. Удивительно комфортный. Уютный. Целебный. Очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова